Я думаю многие помнят такой детский фильм «Диснея лиса и собака», где собака вместе с маленьким лисенком становится со временем лучшими друзьями и не время, не люди, не какие-либо преграды не могут им помешать. Так вот, я расскажу вам историю, где такое реально произошло в жизни. Неразлучная пара существует и в настоящем мире людей. Они каждый день доказывают простым людям, что не имеет значения, каково твое происхождение. Главное – верная дружба и любовь. Лисенок Снусин и собака Тини стали лучшими друзьями. Тини живет со своим хозяином в далекой Норвегии, со своим хозяином, что является знаменитым фотографом Таргейром Берги. Он и решил поведать эту историю общественности, предоставив фотографии этой самой дружбы. Тот факт, что Тини – собака, а Снусин – лиса, совершенно не мешает парочке и, кажется, совершенно их не волнует. Они спокойно играют, кусаются, развлекаются, прыгают. Их дружба не знает никаких границ. Наблюдая за Тини и Снусин, Берги понял, что лисиц стоит, защищает во что бы то ни стало и стал ярым противником меховой промышленности. Он стал активно защищать малышей, которых похищают и убивают ради шуб и прочего. По поведению и чертам характера лисы очень похожи на собак. Поэтому мысли о том, что миллионы подобных Снусин животных всю жизнь держат в тесных клетках, вызывают гнев и жалость, пишет Таргейр Берги на своей странице в Facebook. Я уверен, что ни Снусин, ни Тини не хотели бы жить в клетке. Ведь будь ты лисица или простая собака, не имеет значения. Ты живое существо, продолжает он. К счастью, Снусин дикий и свободный, у него с его другом Тини есть куча времени и пространства, чтобы гулять и чувствовать себя свободными среди прекрасного леса, где и живет фотограф. Изначально мужчина не понимал, куда же его пес убегал каждую ночь, но после слежки понял, что пес нашел настоящего друга. Снусин уже не боится Берги и приходит к ним днем. Мужчина рад, что стал частью прекрасного секрета лучших друзей. «Прекрасные друзья настолько рады друг-друг каждый раз, что совершенно не замечают Таргейра. Именно это и позволило сделать ему такие фото. Действительно, прекрасно понимать, что дружба существует в самых различных формах».